Одной из главных тем оперативного совещания стала подготовка к пожароопасному сезону. Вице-премьер правительства края Николай Захаров сообщил, что к 20 февраля люди и техника будут готовы к работе с огнем в лесах Забайкалья. Обучение личного состава. У нас график составлен. Планируется обучить 560 человек, в том числе лесных пожарных 515 и руководителей 45. На сегодняшнее число обучено 14 руководителей по утрушению лесных пожаров. Работа продолжается, идет в графике. К другим темам. Алексей Гончаров сообщил, что сегодня ведутся поиски нового авиаперевозчика на внутренние маршруты Забайкалья. На прошлой неделе компания «Аэросервис» отказалась продлять ранее действовавшие договоренности. Под угрозой оказались 10 местных воздушных маршрутов. В настоящий момент ведутся переговоры с другими авиакомпаниями. Направлены предложения на 8 авиакомпаний, которые находятся у нас в регионе. Также планируются переговоры, возможно, с заграничными компаниями в наших приграничных территориях. В очередной раз в ходе оперативного совещания встал вопрос о предстоящей газификации Читы. За неделю 132 обхода выполнено. Заключено 3349 договоров. Это плюс 158 договоров за неделю. На сегодняшний день констатирую факт, что у нас работа ведется слаженно. Если неделю назад мы как раз к этому пришли, то за эту неделю работа ведется слаженно и с концидентом, и с городом, и с концессионером. Задача до сентября ясна. Нужно подключить к газовой сети еще около 6 тысяч частных домов. По данным вице-премьера, на сегодняшний день проложено 240 километров сетей газоснабжения.